Сегодня мы с вами обсудим общие вопросы нутративной поддержки, что это такое, кому и когда следует назначать данную терапию. И, пожалуй, начну с объяснения некоторых терминов, которые используются при обсуждении проблемы нутративной поддержки, потому как считаю, что всё-таки важно, чтобы пациент и врач хотя бы понимали, о чём они друг друга говорят. Основным является понятие нутритивный статус. Под этим термином понимается комплекс клинических, антропометрических и лабораторных показателей, которые характеризуют количественное соотношение мышечной и жировой массы тела человека. Также важным определением является нутритивная или трофологическая или питательная недостаточность. Это такое состояние, которое обусловлено несоответствием между поступлением питательных веществ в организм и их расходом, что может приводить к снижению массы тела и, собственно, изменениям компонентного состава организма. Онкологические пациенты находятся в зоне риска по развитию нутритивной недостаточности. Частота её встречаемости зависит в первую очередь от локализации опухоли и стадии процесса. Риску развития недостаточности питания в первую очередь подвержены пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, также опухолями лёгких и органов головы и шеи. Каковы же основные причины развития нутритивной недостаточности? В первую очередь это, конечно, снижение потребления пищи. Это может быть связано как с проявлением самого заболевания, например, если человек испытывает затруднения при проглатывании пищи. Также это может быть связано с осознанным ограничением потребления пищи, либо связано с проявлением тошноты, рвоты и других неприятных ощущений. Следующей причиной может являться нарушение усвоения питательных веществ. Это по большей части связано с органическими и структурными изменениями органов желудочно-кишечного тракта. Также важна роль потери питательных веществ, что могут за собой влечь рвота и диарея на фоне лечения, на фоне самого заболевания. Также важна роль нарушения обмена веществ, нарушения метаболизма. Нарушение метаболизма на фоне онкологического заболевания связано со многими вещами, например, с недостаточностью некоторых питательных веществ. Тут замыкается порочный круг. Например, при недостатке витаминов различных групп. Витамины участвуют во многих биологических реакциях организма. И если происходит нарушение всасывания или нарушение поступления витаминов в организм, это может повлечь за собой и нарушение обмена веществ в общем. Самый последний, но не менее важный от этого фактор – это психологический стресс. Его проявление связано не только с тем, что на его фоне может снижаться аппетит и как следствие снижаться количество потребляемой пищи, но также запускаются механизмы, которые ускоряют распад питательных веществ в организме. Что помогает специалистам в установлении и в контроле динамики нутритивного статуса пациента? В первую очередь, это, конечно, контроль массы тела. Но это задача не только врача, но и самого пациента – следить за своим весом, следить за своим питанием и обращать на это внимание. Также по данным показателям клинического и биохимического анализа крови, например, по уровню белка, по уровню альбумина крови, по количеству лимфоцитов, мы можем в динамике отслеживать и фиксировать наличие нутритивной недостаточности у пациента. Из инструментальных методов в нашем арсенале сейчас имеются такие методы, как биомпедансметрия. Это метод, который основан на изучении количественного соотношения мышечной и жировой массы тела и оценке их соотношения в динамике. Также для оценки количества мышечной и жировой массы тела используется компьютерная томография, которая в настоящее время в рутинном порядке выполняется каждому пациенту на этапе постановки диагноза и дальнейшего лечения. Также существует достаточно простой метод скрининга, который состоит всего лишь из трех простых вопросов. Отметили ли вы спонтанное снижение массы тела за последнее время? Если да, то на сколько? И имеете ли вы снижение аппетита и, как следствие, снижение потребляемой пищи? Каждый из ответов имеет бальную оценку и при сумме баллов более двух может давать основания для рассмотрения вопроса о назначении нутритивной поддержки. Именно поэтому своевременное выявление пациентов из группы риска нарушения нутритивного статуса позволяет врачам и самим пациентам защитить больного от прогрессирующей потери массы тела и развития связанных с этим осложнений. Скрининг и мониторинг недостаточности питания должны проводиться на протяжении всего времени лечения. Это самый важный постулат в оценке и отслеживании динамики нутритивного статуса у онкологических пациентов. Сейчас хотелось бы остановиться на некоторых понятиях, которые очень тесно связаны с нарушением питательного статуса. Опять же, для того, чтобы вы понимали, о чем мы можем вам сказать. Саркопения – это изменение скелетной мускулатуры, которое приводит к постепенной потере мышечной массы тела, снижению функций мышц и обусловлено, в первую очередь, возрастными изменениями метаболических процессов в организме, нарушениями питания и усиленным мышечным катаболизмом, то есть расщеплением питательных веществ. Что же может помочь в профилактике саркопении? Обязательным условием является соблюдение режима двигательной активности. Ведь если мышцы не выполняют свои функции, то они начинают слабеть и постепенно уменьшаться в размере и в своей массе. Вторым условием для профилактики саркопении является сбалансированное и обогащенное питание, которое должно обеспечивать требуемую энергетическую ценность продуктов, достаточное содержание белка, наличие витаминов, микроэлементов и так называемых фармаконутриентов. Под этим понятием понимаются незаменимые аминокислоты, жирные кислоты и некоторые другие питательные вещества. Следующим важным понятием является так называемый синдром анорексии-кохексии. Этот синдром представляет не совсем то, о чем мы с вами привыкли слышать в повседневной жизни. Анорексия – это не только заболевание отдельное, но это слово в первую очередь означает снижение или отсутствие аппетита. Кахексия – это не крайняя степень истощения организма. Это многофакторный синдром, который характеризуется в потере массы тела, анорексией, то есть отсутствием аппетита, и различными метаболическими нарушениями. Самыми важными из них являются усиленный распад питательных веществ в организме, распад белков в мышцах и проявление синдрома хронического воспаления. Выделяют три степени этого синдрома. Пре-кохексия характеризуется потерей веса менее 5% от исходной и наличием признаков отсутствия или снижения аппетита и умеренно выраженными метаболическими нарушениями. Собственно, кохексия характеризуется потерей веса более 5% от исходной, наличием анорексии и развитием синдрома хронического воспаления. Рефрактерная кохексия – это самая крайняя степень этого синдрома. Характеризуется потерей веса более 8-10% и характеризуется, сопровождается прогрессированием основного заболевания на фоне проводимого лечения. Синдром анорексии и кохексии тесно связан с общим самочувствием пациента. При нарастании явлений синдрома анорексии и кохексии соответственно ухудшается общее самочувствие пациента, что влечет за собой невозможность продолжения специализированного противоопухолевого лечения. На этом слайде наглядно представлена картина, которая показывает, что кохексия не равняется потере массы тела. Потеря массы тела – это только часть, то есть одно из звеньев, которое приводит к развитию кохексии. В продолжении темы сегодняшней поговорим о том, что же из себя представляет нутритивная поддержка как вид сопроводительной терапии и реабилитации онкологических пациентов. Нутритивная поддержка по сути своей представляет лечебное питание, цель которого – обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами с помощью специализированных питательных смесей для оптимизации процессов метаболизма, то есть обмена веществ, и также увеличения резервов организма. При проведении нутритивной поддержки ставятся определенные цели и задачи. В первую очередь мы стремимся к повышению качества жизни. Вся наша профессия стремится к тому, чтобы повысить качество жизни пациента. Также в условиях повышенных энергозатрат цель нутритивной поддержки является восполнение энергетических ресурсов организма. С помощью нутритивной поддержки мы стремимся к улучшению переносимости противоопухолевого лечения и, соответственно, увеличению эффективности противоопухолевого лечения. Важной задачей нутритивной поддержки является оптимизация питания с целью более ранней реабилитации в послеоперационном периоде после лечения в ремиссии. В глобальном плане проведение нутритивной поддержки влияет на улучшение прогноза заболевания и, следовательно, влияет на повышение показателей выживаемости. Остановимся на том, какие же существуют методы нутритивной поддержки. Существует сиппинговое, зондовое, парентеральное и смешанное питание. Сейчас остановимся на каждом из них более подробно. Наиболее физиологичным для организма является сиппинговое питание. Оно основано на использовании специальных жидких смесей в небольших объемах, которые пациент получает через рот в дополнение к своему обычному рациону. Это не замена питания, это дополнительное медицинское питание. Следует соблюдать простые правила при получении сиппинга. В первую очередь, смесь необходимо пить через трубочку. Обычно маленькие смеси, которые вы, вполне возможно, с ними уже встречались, имеют в комплекте маленькую трубочку. Смесь необходимо пить через нее, чтобы глоток был небольшим. И пить медленно, примерно в течение 30 минут. При этом следует отдавать предпочтение таким смесям, которые в меньшем объеме содержат большее количество белка. Например, существует смесь, которая в 125 мл содержит 18 г белка. Для смеси это достаточно обогащенная белком... Да, субстанция. Спасибо. Этот факт связан с тем, что при развитии нутритивной недостаточности в первую очередь усиливается распад именно белков и нарушается их синтез в самом организме. А для восстановления организма во время лечения и повышения его сопротивляемости ему нужен строительный материал. Строительным материалом является, конечно же, белок. Также смеси для сиппинга имеют различные вкусовые особенности. В принципе, пациенты могут индивидуально выбирать тот вкус, который им нравится. По большей части они, конечно, имеют сладковатый вкус, но сейчас появились смеси с нейтральным вкусом. Есть охлаждающие, согревающие смеси. Есть также... Появились смеси с овощными вкусами. Поэтому сейчас достаточно большой выбор существует. Следующий метод питания – это зондовое питание. Это энтеральное питание, которое осуществляется посредством установки зонда в желудок или в тонкий кишечник. При невозможности постановки зонда или необходимости питания таким методом более месяца, то есть более 3-4 недель, необходимо формирование гастро- или энтеростомы, при которых питание поступает непосредственно в соответствующий орган. Данный подход применим, когда пациенты, во-первых, не могут, во-вторых, не хотят, в-третьих, не должны получать питание через рот. Парентеральное питание предполагает использование смесей, которые специально разработаны для их введения в периферические или центральные вены. Показаниями к проведению парентерального питания являются невозможность установки зонда или формирование гастростомы, отказ категорически пациента от постановки зонда, все-таки не очень приятная процедура, также наличие рецидивирующей рвоты, патологии ЖКТ, например, непроходимость кишечника или развитие каких-либо патологических воспалений в отделах кишечника. Если энтеральное питание будет невозможно в течение трех или более суток, при проведении химио-лучевой терапии, при снижении или отсутствии аппетита с полным отказом от пищи пациентам, и также при снижении уровня белка, даже несмотря на то, что проводится активная нутритивная поддержка энтеральными смесями. Принципы нутритивной поддержки – это своевременность, всему свое время. Мы должны четко определять необходимость проведения нутритивной поддержки. Адекватность к потребностям пациента – они должны быть рассчитаны индивидуально для каждого пациента. И оптимальность сроков проведения – мало плохо, но и слишком долго тоже ничего хорошего мы, конечно, от этого не получаем. Все должно быть в золотой середине. Важно, чтобы этапы оценки нутритивного статуса пациента, разработка плана нутритивной поддержки и начало ее проведения совпадало со временем с диагностикой и лечением основного заболевания. Тем самым мы можем добиться увеличения эффективности обоих методов. Итак, кому, когда и как долго проводится активная нутритивная поддержка? Абсолютными показаниями к проведению нутритивной поддержки являются, в первую очередь, наличие потери массы тела, когда пациент не запланировал. Это происходит ненамеренно. И за определенный небольшой промежуток времени. В таблице представлены масса тела, процент ее, потери которого за определенный период является для нас значимой. Также наличие у пациента исходных признаков гипотрофии, таких как индекс массы тела 19, это, конечно, в принципе, пациент тоже может рассчитать, но это все-таки задача врача, в первую очередь. Снижение уровня белка и альбумина в крови и снижение уровня лимфоцитов в клиническом анализе крови. Также показанием к активной нутритивной поддержке является угроза развития быстро прогрессирующей нутритивной недостаточности. Это невозможность питаться естественным путем и проявление усиленного распада питательных веществ в организме. При исходной гипотрофии пациенту назначается активная нутритивная поддержка не менее чем за 7 суток до начала планового лечения. При удовлетворительных показателях нутритивного статуса начало проведения активной нутритивной поддержки должно совпадать с началом основного лечения. Пациенту с гипотрофией, которым предстоит радикальное лечение, стоит начать активную нутритивную поддержку за 7-14 дней до вмешательства. Пациенты, получившие радикальное лечение, должны в раннем периоде получать либо сиппинговое, либо зондовое питание. Критерии продолжительности активной нутритивной поддержки в первую очередь это стабилизация или увеличение массы тела, но не за счет жировой массы тела, а за счет мышечной. Это достаточно важно. Нормальные показатели уровня белка, отсутствие анемии и удовлетворительная физическая активность. Нуждаются ли пациенты с повышенной массой тела в проведении нутритивной поддержки? Ответ – да. Так как нормальная или повышенная масса тела не предполагает того, что у пациента имеется саркопения, то есть снижение мышечного объема массы тела. При нарастающей потере массы тела в первую очередь уменьшается не жировая ткань, а теряется именно мышечная, что ведет к потере белка и развитию осложнений, о которых мы уже говорили ранее. При этом во многих исследованиях достоверно доказано, что наличие саркопенического ожирения, то есть сочетание уменьшения мышечной массы тела с повышенной массой жировой, также неблагоприятно сказывается на прогнозе заболевания, так как ухудшает переносимость противоопухолевого лечения. Еще один часто задаваемый вопрос, влияет ли проведение нутритивной поддержки на рост и распространение опухоли. В настоящее время данных, подтвержденных какими-либо научными исследованиями, нет, которые говорили бы о воздействии лечебного питания на опухолевый рост у людей. Нормальные неизмененные клетки и ткани организма точно так же, как и злокачественные, нуждаются в питательных веществах, чтобы лучше функционировать, чтобы иметь возможность сопротивляться активному противоопухолевому лечению. Жесткое ограничение в питательных веществах и каких-либо определенных продуктах не только не поможет, но может нанести вред. Итак, нутриционная поддержка не влияет на рост опухоли и показана как ни в одной отрасли клинической медицины. Рекомендации по проведению нутритивной поддержки являются неотъемлемой частью многих руководств по лечению различных заболеваний, в том числе и онкологических. Так, в руководстве Российского общества клинической онкологии даны четкие указания для проведения нутритивной поддержки. Большую часть из них я уже озвучила ранее. Остается только добавить, что согласно рекомендации большинство пациентов нуждается в продолжении нутритивной поддержки на амбулаторном этапе в рамках реабилитации. На этом хотелось бы подвести итог и в заключение сказать о том, что питание, конечно же, вне всяких сомнений является основополагающим звеном здорового образа жизни. Всем, кто принимает участие в лечении онкологических пациентов, будь то врач, родственники пациентов и, конечно же, сами пациенты не должны упускать из виду то, что они находятся в зоне риска по развитию питательной недостаточности. Профилактика нутритивной недостаточности должна начинаться вместе с началом проведения противоопухолого лечения. Лечение нутритивной недостаточности должно быть подобрано индивидуально и соответствовать индивидуальным потребностям пациента. А также адекватная нутритивная поддержка улучшает переносимость и эффективность лечения, а следовательно, улучшает исходы заболевания. А это наша с вами самая главная цель. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова